всем привет youtube привет вот новая красивая машинка такая у нас есть все таки вот дефектом вот это у нас mitsubishi outlander вот xl вот такая вот красивучая машина но она еще и немножко попала под град чуть-чуть тут подефектовали конечно там 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 косточки есть такого без такого не бывает да я как вот такие вещи попадаются сколько за вмятина берете я нисколько почему потому что это все разговорчики и вообще я до 10 только считать умею что самое интересное покрышки как бы я не вижу отсюда но надо посмотреть в лампе да тут посеяно может быть там какой-то одеял и бока да или да что-то накидывали потому что до бока вот здесь вот на стойках видно что вот линия прыгает на вмятинах там 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 бока подмятые вот эти пирожочки да а на крыше практически как бы как чисто но сейчас я вам по возьму посмотрю тоже сейчас посмотрим с этой стороны немножко есть но эта сторона прям значительно меньше пострадала и и количественно и качественно да эта сторона прям тут я штучки три небольших нашел на этой стороне обычно еще бывает и на крылья тогда попадает а нет на крыше тоже вижу вполне возможно что эта крыша просто а нет есть 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 принципе но опять же поменьше вот видны вмятины там там ну ладно разберемся ну тут прям красота уже на капоте самое хорошо когда хозяин сам все видит и понимает о чем речь все равно вы все не отметите все равно я лампу поставлю я увижу то что вы не увидели я вот сейчас отсюда даже вижу штук 6 мятен не отмеченных и причем в одной куче скучно рад шоу этот 14 мая у нас было а до сих пор вот остатки так сказать доделываем потихоньку вот капот уже на стенде у нас стоит ну на стенде на столе вот это рабочий стол мой его все видели вот сейчас с помощью вот этих крепежных таких устройств которые сама затягиваются потом разблокируется вот сейчас зафиксирую капот и можно продолжать вот машинка вот она опять же я ленивый я не люблю думать не люблю искать вот копеечный хомутик вот они очки висят вот здесь тоже самое чтобы потом не искать не думать вот одно время я накручивал на капот в результате того что по капоту часто стучишь или там что-то еще и лозишь они бывают вывинчиваются падают вот такую копеечную так сказать я придумал для себя методу вот чтобы не искать хомутики они как бы ничего не стоит них понадобили тут люди добрые а вот а так раз отрезал и провинтил на место вот и все вот так вот тут приятно смотреть на машинку когда она ухожая ухоженная машина как бы не новая и пробег хорошая все чисто все вылизано вот приятно с такими машинами иметь дело когда все чистенько все ухоженно они так когда пригонят кусок грязи и противно даже заниматься я сейчас как бы это не терплю поедете вымойте машину приедете на чистой к врачам извините ходят моются чистятся блестятся а тут как говорится иногда есть такие невнимательные скажем так вот или наглые люди приходится им говорить что ребят так и так ну вот приколюха с крышей вы это уже видели тут на крыше получается у нас алюминиевая крыша с алюминиевой крышей лично я сталкиваюсь первый раз так что вот а капотики все тут как говорится нормально как мы видим не все тут отдефектована не все отмечено но это так просто ради интереса говорится а я взял по отмечал считать мы их не стали потому что я уже говорю я считать только до 10 умею ты опять же считай не считай все равно их надо делать вот как вы можете сами видеть потихоньку я настроил все здесь вот они привязал капот тут он теперь вместе вместе со столом так сказать его можно носить или допустим за капот браться условно и нести при постановке следует учитывать то чтобы мягкие вот эти места в окошке ничего не упиралась потому что можно надавить ям надо ставить стараться на усилители и опять же чтоб ровно иногда бывает надо мне вот так приподнимать для удобства я сюда беру чуть вот эти открутил взял нужно мне наклон поставил опять закрутил вот такие вот вещи ну в принципе наверное все вот сейчас попробую поставлю эту лампу ту лампу по под попытаюсь там как бы в трех плоскостях одна будет центральная слева будет и справа будет и посмотрю через этого получится просто мне хочется поиграться как говорится есть возможность вот одна лампа есть еще одна обычно ребята работают в двух ну я попробую в 3 вот может быть так сказать америку открою а может и азию а может и ничего не открою вот просто такая мысль шальная голову закралась а почему бы не попробовать примерно вот такую композицию я сочинил вот лампа по центру лампа с одного боку лампа с другого боку посмотрим что это дает или потом допустим 2 я поставлю лампочки под 45 градусов вот таким клинышкам вот как они сейчас собственно стоят я их поближе поставлю а эту лампу центральную большую беру посмотрим что это даст и посмотрим какой тут металл просто интересно видел я не раз не два на чужих видео когда там вот так работает мастера специалисты и хочу посмотреть что это дает поэкспериментировал я немножко со светом вот вот так вот как бы удобно работать либо ты вот так вот смотришь либо вот так смотришь и как бы вот такой вариант получается комфортным либо так либо так то есть уже как бы есть проверка потому что иногда бывает сделаешь вот в этой плоскости нормально все да вот в этой плоскости смотришь надо доделывать в этой плоскости что-то поднял тоже самое смотришь в этой надо чуть-чуть подзабить поэтому вот работая так и так вот таким макаром да вот я думаю получится получше вот ну а там как говорится кто как делает так и правильно я как бы просто показал такой небольшой эксперимент и в принципе мне понравилось хотя по свечению как бы светодиоды или скажем даже не светодиоды а сам свет немножко разные потому что я думаю и светодиоды тут разные вот немножко да и ну так особо не определишь вот а вот так по свечению на детали да вот ну как бы видно да что днепродентовская лампа она такая более серо-коричневого а вот эта лампочка которую называют нюсли она более красновато рыжимая жеватого такого оттенка вот дрожит конечно свет и в той и другой но в этой как бы дрожит чуть побольше но как бы глазом это не сильно заметно но эта камера все-таки показывает это я думаю что это все-таки зависит еще от фильтров камеры которая снимает возможно на другое этого мерцания не было бы видно мерцает обе лампы это видно так что вот такие дела вот такой вариант как бы имеет место быть ламп расположение и работаю них